Спасибо, что вы пришли. Меня зовут Елена Семененко, я пресс-секретарь Одесского автомайдана. Мне бесспорно является тот факт, что именно такое решение эфемиды стало своего рода лактмусовой бумажкой не только для судебной системы или жителей нашего города, но и для общества в целом. Стало понятно, как работает система. Мы говорим о правоохранительных органах, судебной системе, включая деятельность судей и прокуроров, как она относится не только к общественным активистам, но и к обычным людям. Дело Евгения Резвушкина стало настоящим тестом, который заключается в том, что является ли система правосудия честной и независимой, вызывает ли доверие, есть ли такие проблемы, как политические вмешательства и коррупция. Я разделяю мнение многих о том, что дела против Резвушкина, Стивненко и Демичука, Руслана, это политически мотивированные дела. Также уголовные дела против активистов очень специфические. Стало понятно, что человека можно привлечь к уголовной ответственности по политическим соображениям. Таким образом, первая проблема, которую я вижу, и почему я обращаюсь к вам, то, что старая система так и не была изменена ранее, для того, чтобы различить преступления от политического заказа и провокации. Здравствуйте. Я хотел сказать позицию общественной организации самообороны Майдана в Одесской области по поводу этих событий, которые уже показала Лена. Мы, к сожалению, возвращаемся к тому, с чем мы боролись. То есть это обвинительный угол в уголовном процессе. Никаких особо достаточных доказательств, подтверждающих вину Евгения Резвушкина или Сергея Стивненко, к сожалению, мы не увидели. То есть в их отношении была избрана наиболее суровая мера обеспечения – это арест. Причем без правозалога. Для нас непонятно, почему именно была избрана такая суровая мера пресечения, так как риски, которые предусматривает уголовный процессуальный кодекс, прокурорам так и не были доказаны. То есть он не указал, почему он может скрыться обвиняемый, как он может оказать влияние на свидетелей, как он может уничтожить какие-то вещественные доказательства. К сожалению, это не было указано. Поэтому мы считаем, что опять мы столкнулись с каким-то прокурорским беспределом в какой-то мере, и опять мы видим уголовный уклон, опять аресты, тот, с чем мы боролись раньше. Поэтому мы считаем, что это было неправильно. Мы будем продолжать с этим бороться. Пока мы считаем, что не нужно раскачивать ситуацию в городе, то есть какие-то там призывы к чему-то, еще пока не исчерпаны все законные средства для освобождения ребят. Насколько мы знаем, сейчас поданы апелляционные жалобы, они будут в ближайшее время рассмотрены. Мы надеемся, что апелляционный суд, в отличие от судов первой инстанции, более объективно и всесторонне изучит все материалы дела, не будет так играть на стороне прокуратуры, что адвокаты смогут доказать все-таки, что нету этих рисков, о которых говорит прокурор, и ребятам, надеемся, будет освобождение либо под домашний арест, либо под зло. Вот это наша цель на данный момент. И общественность пока будет давить, но в рамках закона. Мы будем ходить на все заседания, будем присутствовать, будем указывать давление в рамках закона. То есть пока каким-то более серьезным мероприятием мы не готовы и не хотим их даже проводить. Наша позиция такая. Единственное, не для кого не секрет, что завтра собираются всеукраинские автоводаны в Одессе. Да, это правда, но опять же мы хотим подчеркнуть, что акция будет сугубо мирная. Люди все понимают, что нам не нужна раскачка ни в Одессе, ни в самой стране. Поэтому все, что будут, какие-то провокации будут проводиться, мы будем с помощью милиции своих сил их пресекать на месте. То есть все, что завтра будет происходить, мы будем стараться контролировать, и чтобы это было все только в рамках закона. Пожалуйста, когда завтра состоится апелляционный суд, и что намерены делать активисты перед зданием судов? По поводу апелляционного суда, апелляционная жалоба подана, но еще не назначена, насколько мы знаем, ее рассмотрение. Жалоба только подана, как только мы узнаем о времени, мы сообщим эту информацию. Пока она еще не рассмотрена. Почему завтра у нас собираются активисты? Если что, они тут будут не один день. Они приезжают просто выказать свою поддержку нашим заключенным, особенно Евгению Резушкину, когда это предложает автоматизировать. Еще в воскресенье начинал марш по поводу политзаключенных, по освобождению политзаключенных. Поэтому ребята приехали заблаговременно, чтобы обустроиться в Одессе для подготовки к этому маршу. Если апелляционную институцию уже... Можно? Скажем так, будет непреклоненно оставиться их под стражей. Что вы планируете делать? Тогда в свободном сценарии будет разворачиваться или нет? Пока не исчерпаны все законные методы, мы ни о ком силовом сценарии не думаем. Допустим, будет исчерпано, что будете делать, есть какие-то планы? Нет, планы нет. Я могу сказать так, что даже если все-таки кондиционный суд останется непреклонен, он все равно будет делать только в рамках закона. То есть наш автомат, он уверен, что Резушкину и все остальные, они невиновны. Мы это будем доказывать. Мы это будем доказывать. Может быть, это будет долго, но это будет только по закону, и это будет на всех глупых законах. Автомайдан из каких городов приезжает? Ну, пока то, что мне известно, это ровно Житомир, Львов, Тернополь, Днепропетровск. Это Киев, естественно, приезжает. Винница тоже приезжает. Ну, практически все западные автомайданы, они приезжают сюда, свежаются. Ну, естественно, наши областные, то есть Коминтерн, он тоже нас поддерживает. В Николаеве он не сильно распространен, он там больше самообороны, которые тоже с ними очень хорошо контактируют, они тоже приедут. Я уточнил бы, они тоже поддерживают вариант мирного развития? Да. То есть все люди взрослые, мы всех сразу предупреждали, что акции только мирные. Мы никаких каких-то массовых заброшений тут не хотим. Все будет только в рамках закона. А примерно число актистов уже понятно? Пока нет, к сожалению. Хотя бы ориентировочно сотни, тысячи? Ну, пока сотни, но у нас каждый раз добавляется, добавляется, мы пока не можем не сказать точное количество. А вот если соберутся завтра под апелляционным судом сотни активистов, которые будут, в принципе, заряжены, ну, раздражены, скажем так, тем, что арестовали их обратимо, как обеспечивает этот порядок даже, ну, сотни раздраженных людей? Ну, во-первых, мы все-таки будем своих предупреждать сразу, что, чтобы они делали противозаконно, мы сами это будем пресекать, то есть мы не намерены это будем терпеть. Раз, во-вторых, мы надеемся на то, что правоохранительные органы нам обеспечивают право. Скажите, пожалуйста, ваши, скажем так, коллеги по Евромальдану, они высказываются более радикально. Как в этой ситуации быть? Какая координация с ними? Ну, за каждого я ручаться не могу, я могу сказать только за нашу организацию. Но мы с ними будем тоже общаться, будем им объяснять, будем их переубеждать в том, что нам сейчас никаких радикальных действий не нужно. Не только по ситуации, не только по нашим заключенным, но и в целом. Я прошу прощения, а вы самооборона какая? Я представитель самообороны, самооборона Одессы, канатная 35. Случай, который был, несколько дней назад, было в этой конференции, вы разобрались уже? Кто там, вы умны, на стройке, когда было столкновение с Одесской самообороном. Да, да. Мы разобрались. И результат какой? Можете сказать? Ну, мы же не правоохранительные органы, мы внутренние проверки провели, а... Правильно. Результат внутренних проверок, это, я считаю, что общественный город ждет. Да, мы... Кто это был? Что произошло? Действительно, это... Ну, позиция руководства уже была, Виталий Кожухарь по этому поводу выступал, я думаю, нет смысла дублировать его слова. Его позиция была однозначной, и мы не меняли свое мнение с тех пор, поэтому... Я не встречал, Вы с людей, которые допустили эти нарушения, нападения, там, брызгали... Ну, насколько я знаю, те люди, которые допустили какие-либо нарушения и брызгали газ, это не наши люди, так там, наши люди всегда носят какие-то идентифицирующие предметы в виде бафа, шеврона. Кто те люди, я не знаю. Я там не был, и, по крайней мере, на виде записях, я не могу идентифицировать этих людей, как наших. То есть, я не могу за них, к сожалению, отвечать. Спасибо. Такое количество автомобилей, которые собираются завтра приезжать в город, это может создать какие-то пробки в центре города. Будут ли автомайданы заезжать в центр города, на Жуковского или на Канатную, и где их планирует разместить такое количество людей? По поводу размещения, мы сейчас этот момент сглаживаем. Мы так подумали, что если он будет оставаться здесь на несколько дней, то это будет в пределах города, чтобы они быстро добрались, но, опять же, не составляли, чтобы они не делали никаких-либо пробок. Если у нас завтра будет автопробег, автопробег будет заявлен в ГАИ, опять же, это будет все законно, мы будем просить себе, чтобы нас полиция сопровождала, чтобы мы никому не мешали, мы выберем оптимальный маршрут, мы выберем оптимальное время, так, чтобы как можно меньше людей пострадало из нашего автопробега. А кто будет завтра всем этим руководителем, пока Юлия не в заключении? Ну, смотрите, пока что именно то, что по Одессе занимаюсь я, завтра еще будут лидеры, мы с ними будем общаться, то есть у каждой организации от каждой области есть свой лидер. Мы будем с ними решать, это будет совместное коллегиальное решение. Ну, пока что, вот то, что делаем, допустим, я в звании области и Хаджинов Сергей, это лидер Киевского автоматана, так как они у нас, он центральный. Скажите, пожалуйста, вы добивались ли встречи с господином Лородки Панидзе и, возможно, что... Как вы как-то выясняли, то есть вы встречались ли вы с представителями власти и выясняли, что будет дальше или нет? Пока, к сожалению, нет. Это я говорю за нас, потому что у нас немного были другие моменты. Мы занимались по данным апелляцией и сбором организации людей. То есть по поводу Лородки Панидзе и всех остальных глав мы еще, мы, грубо говоря, это не обсуждали. А сама оборона вашей артистии сегодня хотели, Лородки Панидзе, Тодор и вашего руководителя, если не ошибаюсь. Я вам, честно скажу, я не знаю, как я с утра был в Горсовете и вот только приехал из Горсовета, я не могу за них говорить. Меня там точно не было, я был в Горсовете. И, к сожалению, все-таки обвинения поддерживают прокуратуру, тут больше вопроса должен быть в прокуратуре, чем к милиции. Скажите, пожалуйста, акция, которая призначена на завтра, это акция, которая спрямована к тыску на суд, или это акция, которая спрямована для единства с бытой подальше реформы на измену? Скорее всего, второе, да? То есть мы никаким способом не хотим ни на кого дойти, ни на суд, ни на следствие, ни на все остальные правоохранительные органы. Это акция, которая будет способствовать нашему объединению, это акция, которая способствует нашему сплочению, и акция просто в поддержку Резвушкина, то, что мы своих не бросаем. Мы хотим показать, что все евромайдановские организации вместе, что мы никуда не разошлись, и что мы будем поддерживать друг друга во всех ситуациях. Спасибо. Спасибо.